Привет, друзья! Привет! Вот с этой картиной у меня прямо сейчас вот такое размышление, потому что вот это движение, например, или вот такая поза, мне характерна. Я в своё время тоже вдруг придумал руки так вот сделать. Потом этот мужской был образ, потом постепенно стал, а мне пишут женский, и получается, а вы скажите, пожалуйста, и напишите в комменте, может быть такое характерное, это для женщины, например, вот такое вот, или это только мужская такая вот постановка рук. Это первое. Второе. Мне говорят, легче смотреть короткие ролики, где одна конкретная тема. Понятно. А есть, когда говорят, а я, говорят, включаю ваш ролик и смотрю, и смотрю, и такое разнотемие, и так мне интересно, и то, и другое, и третье. Напишите, как всё-таки лучше. Короткий ролик выпускать, там, допустим, 3-5 минут, или 15-20 минут. Как вам лучше? Третье. Хочу рассказать смешную историю из моих новелл. Очень интересная, смешная история. Значит, я терпеть не мог соревнования. Эта новелла называется «Мои соревнования». Терпеть не мог соревнования. Ну, я занимался разными видами спорта, но это было соревнование, о котором я говорю, в школе было. И нас всех направляли на соревнования, я занимался классической борьбой. Тогда, тогда. Его, значит, на соревнования так не хотелось, потому что я был невыспатый. Для меня это ужас. Потом идти на эту... Ну, учителя заставили, ну, иди, иди на соревнования. Ну, все дети участвовали на соревнования, тоже участвуй. Да. Хотя я любил эту борьбу и так далее. И, вот, значит, я пришел на соревнования нехотя. А до этого я наелся пирожков. Так сильно наелся пирожков. Такие были пирожки тогда. Если вы вспомните, в то время. В настоящей школе продували буфеты пирожки. На перерыве, там, на перемене дети покупали. Но это было очень здорово. По-моему, пять копеек стоили. И, вот, значит, наелся этих пирожков, чтобы меня на весах на ковер не выпустили. Там же я был в весовой категории определенной. Да, 56-59 было категория веса. А там оказался на весах тренер знакомый. Он меня увидел, говорит, о-о-о, давай, проходи. И пропустил, не глядя. Ну, вы представляете, медвежью услугу мне оказал. Ну, я вышел на ковер, ну, куда деваться. Пирожков наелся. Дышать не могу. Не выспавшись. В таком состоянии. И сейчас бороться, соревнования. О, боже ты мой. Думаю, зачем я этих пирожков наелся. Ну, судьба. Мне поднимают руку. Победа. Противник не пришел. Представляете? Так победил, не глядя, как говорится. Случай. Случай. Бывает. Случай в жизни. Вот какая закономерность смогла меня наградить победой, если я все делал для того, чтобы не участвовать на соревнованиях? Даже пирожков наелся. Ну, а сейчас я хочу сказать о главном. До чего я этот ролик упускаю? Я в следующем ролике скажу отдельно по такой теме. Почему некоторые люди боятся на открытой площади? А когда кто-то рядом, не боятся. И еще скажу, почему. Когда вы фотографируетесь, вы уже неестественные. А кто умеет фотографироваться естественным образом, чтобы быть естественным в заданных обстоятельствах, как говорится, быть свободным, будучи сосредоточенным. Это интересная тема следующего ролика. До встречи.